Реконструкция у стадиона Фиш должны закончить к 26 ноября. Об этом во время осмотра арены заявил губернатор. Россияне победили. В Сочи прошел седьмой международный турнир по профессиональному боевому самбо. Почему скорая помощь не всегда скорая, разобраться решил глава Сочи. Работу диспетчеров теперь оптимизируют. Реконструкцию стадиона Фиш должны закончить к 26 ноября. Об этом во время осмотра арены заявил губернатор Краснодарского края. Вениамин Кондратьев вместе с министром спорта Виталием Мутко оценил, как идет подготовка объекта Кубка Конфедерации и Чемпионату мира по футболу. На Фиште возводят новые трибуны, чтобы увеличить вместимость стадиона до 45 тысяч мест, как этого требует ФИФА. Уже установлены современные дренажные и поливочные системы, а на поле уложен новый газон. Кстати, составляющие почвы специально подбирали в центральной полосе России. В целом, еще раз скажу, какие-то критических отставаний или тревог больших у нас нет. В целом край справляется, как и справился с проведением Олимпийских игр. Абсолютно уверен справиться с проведением и Кубка Конфедерации и Чемпионата мира. Подрядчик, который сегодня осуществляет реконструкцию, увеличил практически в два раза наличие строителей здесь, на этом объекте. Привлечены студенческие отряды строительных факультетов нашего края, что дает возможность нашей молодежи быть сопричастным к этому грандиозному событию, как Чемпионату мира по футболу. Я хочу сказать, что стадион Фишт принес России славу олимпийскую. Я уверен, что он придет нашей стороне славу футбольную. В Сочи также построят три тренировочные площадки. Кроме этого, на территории региона появится шесть баз для проживания сборных. Кубок Конфедерации по футболу пройдет в следующем году – с 17 июня по 2 июля. Уже определены шесть из семи стран-участниц турнира. Кроме России, это Германия, Австралия, Чили, Мексика, Новая Зеландия и Португалия. Перед соревнованием на стадионе Фишт обязательно должны провести четыре тестовых матча с полной загрузкой. А реконструкцию краснодарского стадиона «Динамо» закончат к сентябрю следующего года. Такие сроки подрядчикам обозначил Вениамин Кондратьев. Глава региона посетил спортивный объект и оценил темпы работ. В 2017-м стадион отметит свой 85-летний юбилей. Встретить эту круглую дату он должен в полной готовности, поручил Вениамин Кондратьев. Однако во время визита губернатор обратил внимание, что на строительной площадке нет ни одного рабочего. Здесь должна уже работа кипеть. Остались работать только по фасаду. Коллеги, давайте понимать, что у нас сегодня времени его не то что нет, его вообще нет. В 2017 году этому стадиону 85 лет. И в таком состоянии его вывести на юбилей, то есть это просто будет неуважение к прошлому спортивному, не только этого стадиона «Динамо», но и в целом к жителям Краснодара, к спортивной общественности. После завершения реконструкции это будет совершенно новый спортивный центр. Его проект показали Вениамину Кондратьеву уже на совещании. На стадионе появится современное футбольное поле, волейбольные площадки, беговые дорожки. Также оборудуют место для проведения соревнований по метанию ядра и копья. Кроме того, глава края поручил на прилегающей территории, где раньше был открытый бассейн, организовать зеленую зону. Внесите изменения в план города и сделайте его парком. И все схемы, кто там что-либо пытался, они не должны пройти. Вот эта зона, это легкий для этого стадиона. Зона спорта. Вот здесь плавательный бассейн. Это все время было для краснодарцев излюбленным местом. Центром был спортивный. Центр здесь был спортивный. Поэтому давайте его центром не сохраним. Здесь никаких инсунуаций, если видеть бизнес-проектов, там быть не может. Это места для жизни. Центр города для жизни горожан в первую очередь. Напомню, что реконструкцию стадиона «Динамо» начали в 2012 году после подписания меморандума между администрацией края и «Динамо-Кубань». И снова о спорте. Россияне стали победителями седьмого международного турнира по профессиональному боевому самбу платформа «С-70». Россияне взяли вверх в шести боях из десяти. Хотя турнир начался с череды неудач наших спортсменов. В первых трех боях сильнее оказались иностранные самбисты. Бойцы из Бразилии, США, Латвии и Нидерландов. Но уже с четвертого поединка удача улыбнулась заслуженной мастер спорта и дважды чемпион мира по рукопашному бою Роман Копылов буквально вырвал победу своего оппонента за восемь секунд до конца третьего раунда. В рамках соревнований прошло десять поединков. Девять в формате матчевой встречи, а в главном бою вечера в личном поединке встретились россиянин Евгений Ерохин и Мануэль Ютон из США. Победу одержал наш самбист. Конечно, хотелось онкалутировать, но попадал. У него ни одного локаута еще не было. Он был такой очень крепкий боец. Как он правильно? На третьей тренинге заявил, что у него не было нокаутов. И, может быть, и не будет. Но оказался он прав, что у него не получилось нокаута. Но я очень, конечно, все равно доволен, что я выиграл. Этот боец для меня победа очень много значила, потому что боец в рейтинге очень хороший, занимает ступень. За российских спортсменов болели первые лица государства и края. Турнир посетили министр спорта России Виталий Мутко и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. После окончания поединков они вручили спортсменам заслуженные награды. Вывели честную борьбу, победили сегодня сильнейшие. Но я думаю, что поигравших нет. Спасибо вам большое. Поддержать наших самбистов приехали и медалистки Олимпиады в Рио по спортивной гимнастике. Кстати, в этом году турнир впервые проходил под патронатом Федеральной службы войск Национальной гвардии России. Военнослужащие этой структуры также вошли в состав нашей сборной. Елена Всецна, телекомпания ФКТ Автопробегом в честь Дня флага в Сочи государственный праздник отметили и на дорогах, и на площадях. Традиционный автопробег стартовал в три часа на площади у Зимнего театра. Маршрут пролегал по Курортному проспекту до развязки Адлерское кольцо и обратно. Финиш у Стеллы подвиг во имя жизни у парка Ривьера. Туда автоколонна прибыла к 17 часам. А с половины шестого на площади у Южного мола стартовал праздничный концерт. Там же лучшие мастера декоративно-прикладного искусства города представили свои работы. Напомню, что в своем нынешнем виде флаг Российской Федерации был принят постановлением Верховного Совета РСФСР 22 августа 1991 года. Конфликт в больнице закончился ножевым ранением. Мужчины повздорили из-за очередности на прием к врачу. Два посетителя городской больницы сначала выясняли отношения на словах. Затем один из них достал нож, ранил оппонента и бросился бежать. Ближайший наряд полиции находился рядом. Получив сообщение об инциденте, полицейские задержали бегущего подозрительного мужчину. При нем обнаружено орудие преступления – складной нож. Подозреваемый 43-летний местный житель был отправлен в дежурную часть полиции. Установлено, что это местный житель, ранее он уже привлекался неоднократно к уголовной ответственности, имел богатое криминальное прошлое. В настоящее время по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Потерпевшему оказана первая медицинская помощь. Мужчина жив. Прогулка по Глубокому Яру закончилась для Сочинки вызовом спасателей. В пятницу в Южный региональный поисково-спасательный отряд позвонил мужчина, который сообщил, что спускаясь по руслу ручья Глубокий Яр – это левый приток реки Мзымта, его жена поскользнулась и упала, предположительно повредила копчик. Из-за сильного болевого синдрома продолжить путь женщина не смогла. Вместе с мужем они остались на месте ждать помощи. К супругам выехали спасатели Краснополянского и Хостинского подразделений. Сотрудники МЧС оказали 46-летней женщине доврачебную помощь, после чего на носилках при помощи альпинистского снаряжения подняли ее из русла реки, по тропе вынесли из леса к машине скорой помощи и передали врачам. Полицейские не пропустили в Сочи крупную партию фальшивых денег. Их пытался провести 33-летний житель Пятигорска. Что подвело непрофессионального мошенника, расскажет Елена Всецина. Инспекторы дорожно-патрульной службы в ходе операции «Анаконда» решили проверить иномарку со савропольскими номерами. В салоне «Польсвагена», кроме водителя, были еще и пассажиры из Омска. При проверке документов мужчина заметно нервничал, в связи с чем полицейские приняли решение о досмотре транспортного средства. В результате в портфеле водителя сотрудники полиции обнаружили 155 денежных купюр номиналом 5000 рублей. Это вызвало явное подозрение на предмет их подлинности. В присутствии понятых обнаруженное было изъято и направлено на исследование. Экспертиза установила купюры, изготовленные не на предприятии Госзнака, а кустарным способом. Содержанный водитель признал свою вину. В фальшивке мужчина приобрел в соседнем регионе. В Сочи намеревался их сбыть. В настоящее время следственным управлением УВД по городу Сочи в отношении приезжего гражданина возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение и перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Санкции предусматривают наказание до 8 лет лишения свободы с выплатой штрафа до 1 миллиона рублей. Елена Всецина, телекомпания ФКТ. Охранники школ до 1 сентября должны пройти инструктаж и обучение. Глава города Анатолий Пахомов на расширенном заседании городской антитеррористической комиссии дал соответствующее поручение. Также по решению АТК все работодатели при приеме на работу новых сотрудников обязаны уведомить об этом полицию, либо предоставить информацию о соискателях в правоохранительные органы. В целом же сегодня говорили о готовности школ к новому учебному году, а также об обеспечении безопасности на предстоящих крупных мероприятиях. Ну а обо всем по порядку нам расскажет Ольга Десятого. Антитеррористическая защищенность школ стала главным вопросом повестки дня заседания городской комиссии по безопасности. АТК в таком расширенном составе традиционно проводят в преддверии нового учебного года. Управление по образованию и науке отчитывается. Безопасность учебных заведений обеспечена уже почти на 100%. Абсолютно все школы ограждены по периметру, снабжены тревожными кнопками и профессиональной физической охраной. У нас 18 лицензированных охранных организаций круглосуточно обеспечивают охрану наших образовательных учреждений. На эти мероприятия выделено городом 91,5 миллиона. Анатолий Пахомов дает поручение, а все охранники вместе с директорами школ до 1 сентября должны пройти обязательный инструктаж и обучение по безопасности и быть предупреждены об ответственности, которую несет каждый в случае с ЧП. Еще раз мы говорим о формальном подходе. Не должно быть этого директора школы. Вы должны понять, нести уголовную ответственность. Если что-то произойдет, будете вы вместе с ЧОПом. Видеокамеры тоже есть везде, но только в недостаточном количестве. Анатолий Пахомов тут же дает поручение закупить недостающее оборудование для шести школ. Деньги на это в бюджете курорт найти просто необходимо. А на безопасности детей город экономить не привык. Вот только камеры не должны быть просто бутафорией. Охранники должны, не отрываясь, следить за мониторами. Чего не было, например, в 20-й школе. Там монитор, который показывает периметр учебного заведения, находился в кабинете секретаря. Для чего мы это делаем? Для чего затрачивали эти деньги? Ну понятно, по какой причине. Причина одна. Это чтобы оказать помощь. Чтобы на монитор смотрел тот же ЧОПовец и смотрел и за периметром. Что никто там не перелез, никто ничего не сделает. И, наверное, этот монитор должен стоять не у секретаря директора школы, а у охранника на будке, где он проверяет. Также до начала учебного года все школы будут обследованы кинологами. Проверят и как организованы подходы к учебным заведениям. Обновят разметку. Там, где нет, установят дорожные знаки. Ведь, как показала проверка, более чем 100 объектов еще только ждут начала этой работы. Анатолий Пахомов призвал поторопиться. Также на совещании обсудили подготовку к фестивалю «Новая волна», который пройдет в Сочи с 3 по 9 сентября. На это мероприятие приедет масса гостей, а значит, безопасность нужно усилить. То же самое касается и выборов депутатов Госдумы, которые пройдут в единый день голосования 18 сентября. Ольга Десятова, Демид Даниловский, телекомпания «ФКТ». Более 700 человек вышли в эти выходные на уборку своих улиц. Локальные субботники прошли во всех районах Сочи. Работы закипели и вскрытых от глаз пешехода в уголках. На бытхе, к примеру, активисты собрались у дома номер 46 по улице Девноморская. Люди обратились в администрацию города с просьбой помочь привести в порядок неухоженный участок. По поручению первого замглавы Мугдина Чермида сюда были привлечены дополнительные силы и средства. Здесь решили не только выкосить заросли сорняковые, собрать разбросанный мусор, но и прочистить ливневки. А на Мамайке работа шла на набережной реки Псахэ на улице Полтавской. В этом году здесь впервые появилась благоустроенная набережная. Реконструкцию по просьбе властей ведет застройщик одного из жилых комплексов, чтобы красивый вид не портил мусор. В русле реки жители района вооружились перчатками и пакетами, а прибывшие им в помощь специалисты помогли покосить траву. В Адлерском районе уборка шла в микрорайоне Блинова, а в Лазаревском порядок наводили не только в городской черте, но и в сельской. В целом для субботника городские мупы выделили 41 единицу техники, а подключились к уборке больше 700 сочинцев. Власти города надеются, что общегородской субботник пройдет также активно. Мы хотели бы попросить жителей города, хотели бы попросить предпринимателей города, хотели бы попросить весь депутатский корпус, который и сегодня помогает, и всегда помогают они, в 27 числа, ровно через неделю, в следующую субботу, выйти еще раз и перед Всероссийским днем знаний, перед первым сентября помочь нам навести идеальный порядок на территории города. В этот же день Мугдин-Чермит вместе с представителями коммунальных служб проехал по улицам курорта. Вице-мэр распорядился убрать мусор и незаконные рекламные конструкции. Особенно это касалось территорий курортного городка. А обочины дорог и бордюры необходимо очистить, в некоторых местах отремонтировать. Одна из немаловажных задач – привести в порядок пешеходные переходы. Прежде всего те, которые находятся неподалеку от детских садов, школ и вузов. Эти работы решено начать незамедлительно. Глава Сочи продолжает инспектировать объекты здравоохранения Сочи. Таким образом, мэр курорта выясняет причины недовольства населения сочинской медициной. Как оказалось, больше всего нареканий у горожан к работе скорой помощи. Анатолия Пахомова на центральной станции встречает главный врач скорой. Олег Баско эту должность занимает с недавних пор. Но о случаях недовольства работы скорой помощи знает не понаслышке. В курортный сезон решать проблемы начали с усиления станции. На работу в сочинскую скорую помощь приглашены 48 специалистов из края и 12 со всей страны. В целом сочинцев и отдыхающих обслуживают 59 бригад. Только на центральной станции скорой помощи выходят ежедневно 25 машин скорой помощи на дежурство. Это, для примера, больше, чем во всем городе Анапа. В настоящее время этого достаточно. Хотя, если иногда и случаются задержки, то это, скорее, связано с неравномерным распределением вызовов по времени суток. Максимальное их количество приходится на 6-10 часов вечера. В это время как раз и возможны задержки. В другие часы мы справляемся абсолютно свободно. Население Сочи растет с каждым годом. Что же касается туристов, то их сегодня рекордное количество, практически в полтора раза превышающее само население Сочи. Нагрузка на скорую в три раза больше норматива. Отсюда и жалобы, объясняют мэру в диспетчерской. Проблема ясна, но доброжелательного и уважительного отношения к людям, которые, ко всему прочему, звонят с бедой, никто не отменял, подчеркивает Анатолий Пахомов. Во-первых, надо здесь добиться того, чтобы исключительно, ну, корректно и уважительно разговаривать. Здесь вот именно, сердце скорой помощи. Продолжаем развиваться уже закупленной планшетой через два месяца. Ну, это техническое, я еще раз говорю, в этом заслуги ваши нет. Это наша заслуга, когда мы находим технику, приобретаем оборудование и при этом требуем, чтобы действительно, требуем того, что относитесь к своим обязанностям по человечеству. О том, что в городском здравоохранении улучшается и материально-техническая база, и самоотношение медиков к пациентам, глава Сочи говорил и на встрече с коллективом. Новые больницы, современнейшее оборудование. В городе есть все необходимое для качественного лечения больных. Но, несмотря на это, жалобы, в том числе на горячую линию главы, все же присутствуют. Анатолий Пахомов напоминает сотрудникам скорой о городской программе клиентоориентированности. Мы единственный муниципалитет, кто столько уделяет внимания бытовым условиям наших врачей. Только за последние пять лет было выделено 185 квартир, в том числе и сотрудникам нашей скорой помощи. И, естественно, мы это все делали, делали и делаем и будем делать для того, чтобы наши врачи как можно больше были мотивированы к работе. И, конечно, к этим качественным медицинским условиям, потому что они очень нужны. Поэтому я бы не сказал, что у нас совсем плохо или плохо. Я бы сказал, что у нас хорошо, но нужно еще лучше. Нужно, чтобы наши жители ощущали действительно заботу. И заботу врачей в том числе или в первую очередь. И тут самое главное – человеческий фактор. Ну а в целом, чтобы оптимизировать работу сотрудников, принимающих вызовы, в диспетчерской оборудовали 12 входных линий. Кроме того, три дежурных врача теперь консультируют бригады скорой помощи и диспетчеров по наиболее сложным вызовам. Введена с этого года и новая функциональная единица. Это так называемый консультативный или колл-центр, в котором работают наиболее опытные врачи. Они консультируют звонящих, по сути, не нуждающихся в помощи скорой. Их перенаправляют в поликлиники, где помощь больным окажут дежурные медики. Работники воздушного флота отметили свой профессиональный праздник. Отмечают его в 3 воскресенье августа. В Сочи поздравления принимали сотрудники Международного аэропорта. Сочинский аэропорт пользовался большим спросом еще в советские времена. Экипажи знали, что приземлившись на курорте, они получают качественное техобслуживание, а пассажиры – внимание и заботу. Об этом рассказывает Николай Григорьевич Учаев. В аэропорту Сочи ветеран МВД, заслуженный работник транспорта Кубани, а ныне помощник управляющего директора по литерным и специальным рейсам, работает с 1971 года. В то время, в советское время, мы обслуживали в Сочи 250 тысяч иностранных туристов. Иностранные туристы, они с удовольствием посещали нас, сочинский аэропорт. Они любили нас. Туристы любят сочинский аэропорт и сегодня. Выражается эта любовь главным образом в цифрах. За семь месяцев с начала года воздушная гавань курорта приняла около трех миллионов пассажиров, что на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Круглосуточную и бесперебойную работу аэропорта обеспечивают около полутора тысяч сотрудников. Сейчас мы работаем на пределе возможного, потому что идет пик. И, конечно, большое количество рейсов принимает наш аэропорт. И наши работники аэропорта с этой задачей справляются на пять. Но думаю, что резервы всегда есть. Поэтому будем понимать, что следующий год будет еще более успешным. Пик пассажирской активности приходится на летнее время. Впрочем, в Сочи сегодня круглогодичный курорт. В аэропорту уже готовится встречать любителей зимнего отдыха. Кроме того, в конце октября-начале ноября будет налажено авиасообщение с Китаем. Елена Всецна, телекомпания ФКТ. У хоккейного клуба Сочи новый логотип. Эмблему презентовали накануне в рамках мероприятия «День леопардов. Разминка». Работу над рестайлингом доверили профессионалам с многолетним опытом. Новые логотипы фирменный стиль были созданы компанией «Спортконцепт». Первый логотип был бегущим леопардом, что символизировало погоню за более опытными соперниками. Желание уверенно ворваться в КХЛ. Клуб чтит свою недолгую историю и не намерен забывать первую эмблему. Поэтому на церемонии представления нового стиля игроки передали первый логотип для хранения самым преданным болельщикам леопардов – фан-клубу. На новом логотипе «Хищник» смотрит прямо в глаза. Это означает, что началась настоящая борьба с соперниками. К нам уже другое отношение с соперниками. Мы уже не будем команды, которая только вошла в лигу. С нами уже будут считаться, и мы должны быть к этому готовы. Гостям санатория «Знание» предоставлена возможность почитать книги с более чем 100-летней историей. В санаторно-курортном комплексе состоялось важное и долгожданное для коллектива и гостей событие – открытие библиотеки. Цель нового проекта – привлечь к чтению книг еще больше россиян и самих сочинцев, которых здесь всегда ждут в гости. Открытие библиотеки в 21 веке кому-то может показаться и удивительным. Но, как показывает статистика, электронным вариантам книг не удается вытеснить своих бумажных предшественников. Над воплощением идеи, руководства «Знания» работали и строители, и дизайнеры. Задача была учесть специфику санатория и не разрушить историческую ценность здания. В итоге удалось создать многофункциональный мультимедийный центр для музыкальных вечеров и творческих встреч. Это один из шагов в стратегии санатория по формированию на нашей базе ведущего просветительского центра на юге России. И вот с новой площадкой наши возможности вырастут еще. Приглашаем всех к себе в гости на экскурсию по санаторию, на услуги нашего медицинского центра. И, конечно же, посетить, посмотреть, разлить с нами радость открытия новой библиотеки в санатории «Знания». В собрании новой библиотеки есть несколько наиболее ценных томов. Например, сочинение Гёте. Книга датирована 1893 годом. Естественно, на руки мы это не выдаем. Мы этим любуемся, показываем гостям, знакомим их, так сказать, с такими ценными книгами. У нас очень большое, широкое собрание различной литературы, различных жанров. Мы только рады, если люди будут обогащаться с нашей помощью. Наряду с книгами 19 века на полках библиотеки «Знания» все читаемые бестселлеры. От нон-фикшн до популярной сегодня «Альтернативы». Любители же чтения отмечают. Шероховатость перелистываемых страниц, солидность и порой эксклюзивность обложек и переплетов – все это еще больше помогает окунуться в мир книжных героев и насладиться чтением в тихой, непринужденной атмосфере. Это настоящее таинство, какой-то миг волшебства, когда ты открываешь новую книгу. Мы очень поддерживаем эту идею, потому что чтение – это успех. Новый уголок санатория «Знания» – это возможность отвлечься от городской суеты. В целом же для санатория и библиотека – это фундамент, на котором будут строиться новые полезные для общества проекты. Ольга Десятого, Инга Габеши, Адемид Даниловский, телекомпания «ФКТ». На сегодня это все новости. Завершаем выпуск информации от наших партнеров. Сеть салонов тканей для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошивштор на заказ. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеши. А всего вам самого доброго и до встречи в эфире.